Цены на бензин в России, достигнувшие в середине ноября рекордного уровня, продолжат расти и в 2018 году. Такое мнение высказал глава Российского топливного союза Евгений Аркушев в комментарии RT. К сожалению, рост оптовых цен существенно напережает рост розничной и не дает возможности снизить розничные цены, отметил эксперт. В следующем году очередной рост акцизов. Ожидается двухразовое повышение с 1 января и с 1 июля. Как сообщал Новый день, в сентябре правительство России одобрило внеплановое повышение акцизов на топливо на 50 копеек за каждый литр. Оно пройдет в два этапа, 1 января и 1 июля. Об этом сообщал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, данное решение позволит дополнительно привлечь бюджет до 40 миллиардов рублей. Собранные средства будут направлены на строительство новых автодорог и инфраструктуры в первую очередь в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке, указывал глава Минфина. Стоит отметить, что предстоящее повышение существенно больше предусмотрено налоговым кодексом, предполагающим, что индексация может производиться на уровень инфляции, то есть около 4%, что соответствует 30 копейкам за 1 литр бензина и 23 копейкам за 1 литр дизельного топлива. Глава РСТ объяснил рекордное ноябрьское повышение цен на бензин. Эксперт выразил сомнение относительно того, что остановка работы на московском нефтеперерабатывающем заводе могла оказать значительное влияние на резкий рост цен на топливо. Московский завод повлиялся и минутно. Остановка такого крупного завода и выпадающей, как нам заявило его руководство, 50 тысяч тонн, естественно, подтолкнули цены на бензин. Аркаш возложил ответственность за ежегодный рост цен на правительство и назвал два фактора, влияющих на стоимость бензина. У нас цены растут из года в год, и это ни для кого не секрет. Влияют на это два основных фактора – инфляция и рост налоговой нагрузки, пояснил эксперт. Ежегодно растут акции за на топливо, растет налог на добычу полезных ископаемых, и, естественно, эти налоги переносятся на потребителей. Таким образом, цены на бензин в 2018 году будут составлять около 50 рублей за 1 литр АИ-92. И это просто космические суммы. Напишите, что вы думаете в комментариях по этому поводу, а также подписывайтесь на канал и будьте в курсе свежих автомобильных новостей. С вами был канал ProAuto. До скорых встреч!